МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! В студии Гульфия Мутугульна. Сегодня в выпуске. Как оказать первую помощь? В КФУ прошел форум «Ислам» в мультикультурном мире. Ученые КФУ разработали технологию для транспортировки газа в вак. Студенты со всей России соревновались в навыках оказания первой медицинской помощи. Все это проходило в рамках Олимпиады, которая уже второй год подряд проводится в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ. Подробности в сюжете Анны Глазуновой. Наложить повязку при ранении, остановить кровотечение, оказать помощь при клинической смерти. Студенты со всей России соревнуются в навыках оказания первой медицинской помощи. Олимпиада проходила в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ. В любой момент каждый может столкнуться с тем, что рядом может оказаться человек, которому необходимо оказывать первую помощь. И, соответственно, участники этих Олимпиад, надеюсь, могут оказать уже более профессионально и своевременно. Участниками стали студенты как медицинских, так и немедицинских направлений подготовки вузов России. Олимпиада включала три этапа. Сначала командам необходимо было себя представить. Студенты Удмуртского государственного университета постарались сделать это оригинально. Мы решили, что у нас есть многостаточное количество форм, и можно рассказать про каждую форму, чем именно конкретно занимается наш институт. Студенты также отвечали на различные вопросы о том, как правильно оказывать первую медицинскую помощь. Очень мало людей обладают этими знаниями. Это очень печально, потому что очень много происходит случаев. Вот даже у меня, честно сказать, я могу упасть в обморок в том же автобусе. И я вот думаю, кто мне окажет помощь в этот момент, может произойти все, что угодно. И я поэтому считаю, что это очень важно и нужно всем знать хотя бы какие-то элементарные основы. Второй же этап проходил в Центре симуляционного и имитационного обучения КФУ. Здесь участники демонстрировали свои навыки и умения на медицинских симуляторах и манекенах. Необходимо было быстро и правильно наложить жгут, чтобы остановить кровотечение, оказать помощь при переломе, ранениях и многое другое. Видим их рвение, оказать первую помощь на сегодняшний день. Это действительно актуально. И мы надеемся, что с ними будем работать и продвигать наше сотрудничество по оказанию первой помощи. Олимпиада завершится 16 ноября. Самые осведомленные, подготовленные, дружные команды получат дипломы и призы. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. В стенах Казанского федерального университета стартовал 8-й международный форум «Ислам» в мультикультурном мире, который является платформой для выступлений ведущих отечественных и зарубежных ученых в области исламоведения, мусульманских религиозных деятелей. О заседании специалистов мы расскажем в следующем сюжете. В КФУ стартовал 8-й международный форум «Ислам в мультикультурном мире». Он собрал ведущих зарубежных и отечественных ученых-исламоведов и представителей органов власти Российской Федерации и Республики Татарстан. Основной целью проекта является объединение научных сил специалистов, занимающихся исламской проблематикой через обмен информацией о научных достижениях. Форум посвящен актуальным вопросам актимического и прикладного исламоведения, а также вопросам актуализации исламского образования. Большое внимание было уделено противодействию распространению идеологии экстремизма в молодежной среде. Профилактика экстремизма – это не только задача государства, но и в немалой степени задача общества и самой молодежи. «Мы в университете уделяем особое внимание, чтобы у нас молодежь, именно, появился определенный иммунитет к тому, чтобы не быть привлеченными в различные деструктивные организации, секты. Проводится по линии жемстителей, по высоте на работе данная работа, проговоры, беседы». На базе Института международных отношений работает Центр «Диалог», где представители различных конфессий проводят беседы с людьми, которые уже были вовлечены в деятельность радикальных групп и решений с целью их ресоциализации. Университет активно развивает сотрудничество с зарубежными исламскими организациями, действует экспортный совет по общественно-политическим вопросам, консультативный орган, возглавляемый доктором наук, заведующим кафедрой конфликтологии профессором Андреем Большаковым. А дальше мы вам предлагаем посмотреть, какие еще события произошли в Казанском федеральном университете. 14 ноября состоялось расширенное заседание Совета по воспитательной работе в вузах Республики Татарстан. В контексте встречи обсуждалось создание условий для всесторонней реализации духовного и интеллектуального потенциала молодежи. 14 ноября детский оздоровительный компьютерный лагерь «Байтик» посетил Высшую школу информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ с целью профориентации. Ребят познакомили с учебными заведениями Казани и техническими направлениями. Смена проводится с 12 по 16 ноября и является экспериментальной. В императорском зале Казанского федерального университета состоялась церемония закрытия и награждения финалистов 7-го республиканского правового турнира. В состязании приняли участие 19 команд всех школ Татарстана. В финале команды провели дебаты на тему внедрения цифровых технологий в избирательную систему. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз. В КФУ разработали технологии для эффективной транспортировки газов в условиях Арктики. Ингибиторы существенно увеличивают время образования газовых гидратов, а также позволяют сохранять жидкое состояние вещества в большем диапазоне температур. Ученые приоритетного направления «Эко-нефть» Казанского федерального университета работают над новым поколением ингибиторов для обеспечения эффективной добычи и транспортировки углеводородов в условиях Арктики. В связи с низкими температурами в Арктике при транспортировке углеводородов из-под земли на поверхность в емкости хранения возможно образование ледяных пробок, в результате чего происходит закупоривание, которое может привести к разрыву труб. Созданные учеными КФО-ингибиторы позволяют сохранять в жидком состоянии весь объем конденсата, образующийся в трубопроводе. Очень важно в арктических разработках это добыча и транспортировка, потому что условия достаточно жесткие как по температуре, так и по другим аспектам. Особенно это касается месторождений, которые разрабатываются на шельфе. Для того, чтобы обеспечить как раз в условиях Арктики эффективную добычу и транспортировку углеводородов, нужны специальные химические добавки, которые бы боролись с этими отложениями газовых гидратов. Генетические ингибиторы, которые разработаны и тестируются учеными Казанского федерального университета, можно получить на основе отечественного сырья. На данный момент ученые исследуют детально саму технологию, чтобы можно было не только в лабораторной колубе, но и в промышленных условиях получить химические реагенты. Нам нужны достаточно низкие концентрации их использования, и при этом они на более долгий срок замедляют процесс ингибирования. То есть мы используем меньше реагентов, получаем больше эффекта от их использования. Разработки данных химических реагентов, которые позволят устранить проблемы, возникающие при транспортировке нефти, обогащенной попутными газами, начались в мае-июне 2016 года. До ними работала и продолжает трудиться группа казанских ученых совместно с французскими университетами. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. С момента переквалификации Плутона в карликовую планету обсуждается вопрос восстановления статуса. Какие аргументы в эту пользу приводят ученые, расскажем в следующем сюжете. Знаете ли вы, сколько планет в Солнечной системе? А что такое планета? На 26-й Ассамблее Международного Астрономического Союза в 2006 году было пересмотрено определение планеты. Ученые договорились называть планетами космические объекты, вращающиеся вокруг Солнца и способные очистить окрестности своей орбиты от более мелких тел. Плутон же был признан карликовой планетой из-за несоответствия второму критерию. Исторически нельзя было ее убирать из того списка планет, который был, опять-таки, сформирован ненамен. Еще раз говорю, это история. И сейчас началось очень мощное движение по возвращению Плутона опять в число девяти планет, которые вращаются вокруг Солнца. Астробиолог Дэвид Гринспун и известный американский планетолог Алан Штерн предложили изменить определение понятия планеты, чтобы включить в состав Плутон. Группа ученых уже обратилась в Международный Астрономический Союз с просьбой пересмотреть статус этого небесного тела. Ученые считают, что понятие планеты должно быть основано на геофизических особенностях космического тела, а именно характерных геологических и климатических особенностях. Сейчас понятие основывается на орбитальных характеристиках. Плутон относится к планетам земной группы. У них как бы само строение, оно одинаковое. То есть приблизительно у всех этих планет земной группы одинаковая вот эта вот структура. Вполне возможно, что уже завтра, отвечая на вопрос, что такое планета, вы ошибетесь. Если споры вокруг этого понятия приведут к новым изменениям, кто знает, сколько планет останется в нашей системе. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. На этом у меня все. Смотрите на социальных сетях и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok